Вы меня видите? Я вас вижу. Здравствуйте. Добрый день. Так, подождите, подождите немножко. Я должен включить здесь, чтобы свет был. У нас все записывается, выставляется в интернет, вы знаете, вы не против? Нет, мы не против. Игорь Тихонович. Да, слушаю вас, пожалуйста. Я вам говорил, что у меня есть друзья из протестантов, просил молиться, но они сейчас уже в православии, но у них есть вопросы к вам. Слушаю, говорите. Могут они к вам обратиться? Конечно. Игнатий Тихонович, первое я хочу поклониться вам. Спасибо вам большое. Садитесь. Мы говорим не спасибо, а спаси Христос. Спаси Христос, спасибо. Учимся, слава Богу. Я даже не знаю, я хотел, честно сказать, больше поблагодарить, потому что после вас, так как один раз я послушал, я утром перестал молиться на иных языках, сразу перестал, закрыл эту тему и ушел оттуда. Да. У меня такой вопрос. У меня мама уверовала в той, когда я был в протестантизме, уверовала и умерла. Теперь я хочу, чтобы быть уверенным, чтобы не то, что уверенным, да, не уверенным. Могу ли я спасти ее своими молитвами? Такого Писания нам не говорит. За гробом покаяния нет. Но оставлена возможность молиться, утешение нас самих. А результат какой будет, этот, как Бог знает. Поэтому 16 глава Евангелия от Луки, когда богач мучается, а ему Авраам отметил, между нами и вами великая пропасть. Так что оттуда сюда не переходят. И отсюда туда к вам не переходят. А чего православная церковь за умерших молиться тогда? Вы не заметили. Я сказал, для нашего утешения. Мы не знаем последствия эти. Поэтому по неопределенности мы можем молиться. Нас за это Господь не осудит. Это признак любви оставшейся. А уже результат будет или нет? Потому что за гробом покаяния нет. В чем умер, в том и суде. Судь будет. Об этом говорит на второе послание к Коринфянам. Пятая глава, десятый стих. Всем нам надлежит предстать пресудилище Христова, чтобы получить каждому соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Живя в теле. Тело – это оболочка. Это хижина. И мы в ней живем. А раз мы уже умерли, то уже начислять на нашу трудовую книжку, которая закрытая, нигде Писание не говорит. Поэтому себя не надо этим обольщать. Ну, помолиться нам церковь разрешает. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня в православии Серафима звать. Недавно я в православие перешел. Был протестантом около 20 лет. Может, более даже. И у меня такое, вы знаете, вроде как я сейчас в православии хожу. Вот. Значит, я причащаюсь, даже сегодня причастился. Но я никак не могу в Писании увидеть, вот в православии молятся Деми Марии, понимаете, молятся святым. Я вижу всегда в Писании, что молитесь, Иисус говорит Отцу во имя Мое, или ко Мне обращайтесь. И я никак не могу согласиться, понимаете. Вы, что можете помочь мне? А Писанию вы верите? Вы написанному в Библии всему верите? Аминь. А как же? Ну, а как же? Пославить евреям, 12 глава, 28 стих мы считаем. И говорит, мы приступили, и дальше к церкви. Кому? К духам праведников, достигших совершенства. Которые на небе. А как приступили? Приступить мы не можем пощупать, только молитвой. Перечисляется к Новому Иерусалиму приступили. Ко Христу и к духам праведников. Не к праведникам, а к душам их, к душам, достигшим совершенства. Все. Мы приступили. Павел молился. Ветху назовете молиться. Библии этого нету, где они молятся. Почему в Деяниях апостолы никому не молятся, кроме Бога обращаясь? Я прочитал вам из Слова Божия и спросил, вы всему верите? Вы ответили, верю. Поэтому я на этом основании вам отвечаю. Послание к евреям считали? Да. Ну так открывай 12 глава, 28 стих. 12-28? Да, попробуем, посмотрим. А, вот вы сейчас, которые сказали, да. Ну а теперь, 1 Петра 4,6 откройте. О чем говорится? Сейчас открою. 1 Петра 4,6? Да. Так, открыл. Ну и считайте, вслух. Так, ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду, по человеку плотью, жили по Богу духом. Все. А о чем речь идет? А? О чем речь идет здесь? Пока еще не в них только прочитал. В преисподние места Христос сходил, когда умер, тело улежало в гробнице, а душой человеческой он сошел в преисподние, как в ад. И там проповедовал. И этих людей вывел с собой. Куда мы это денем? А там мы приступили. Ну вот откройте послание к евреям, чтобы у вас не было сомнений. Да. Давайте вместе разбирать. Евреям какая глава? Двенадцатая. А? Стих. Ой, 23. Стих. Двадцать восьмой. Вот смотрите. Считайте, восемнадцатый стих. Внимательно считайте. Подождите, сначала скажите, вы верите, что это в Библии написано? Аминь, Абинь. Она вас сейчас поставит на место. Это не я говорю, это Дух Святой вам будет говорить. Давайте. Аминь, Абинь. Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не к тьме и мраку и боре, но к трудному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемого слова. Да, дальше считайте, считайте. Ибо они не могли стерпеть того, что заповедно было, если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями, или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал, я в страхе и трепете. Так, подождите, минутку, подождите. Вы будете в страхе и в трепете сейчас. Вот так себя настроите, чтобы бояться. Теперь 22 стих и 23. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого. Так, подождите, где вы как приступили? Вы приступили, он пишет пастве. Вы приступили к горе Сиону? Но? Не на верную. К ограду Бога Живого приступили? Наверное. Но не на верную. Вы должны точно сказать, что не знаете этого, или знаете дальше. К небесному. Просто для меня это что-то такое. Так, 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 по порядку. Мы не еретики, не сектанты. Православие – это полный охват каждой строчки. К небесному Иерусалиму? Как приступили? Другого выхода нет, как только молитвой. Дальше к тьмам ангелов. И потом? Как ангел? Мы ангелом молимся. Дальше. К торжествующему собору. Так, подождите. Нет, нет, подождите. К торжествующему собору вы приступили? Ну, вот и все. Такой собор, что такое храм? О, дальше еще. И церкви? Первенцев. Написанных как? Написанных на небесах. Вы в это верите? Дальше. И к чему приступили мы? И к суде... И всех к Богу. И к духам праведников, достигших совершенства. Вот мы и мы приступили, мы молимся Божьей Матери, святым апостолам. Если они на земле говорили, молитесь за них, то теперь они за нас молятся. Мы приступили и просим апостол Павел, моли Бога о нас. Мы приступили к духам праведников в родительном падеже, достигших совершенства. То есть они уже не впадают в грех, не соблазняются. И хода то иного за это Иисусу. Приступили? Ну как? Ну молитвой. Их крови крапления, говорящие лучше, нежели Авелева. Вот где прямо сказано, что к духам праведников это полнота. А сектанты ничего этого не знают. Еретики потому что. А что, не хватает, разумая молитвы, только отцу во имя Иисуса? Этого не хватит, разумая? Так, вы вопрос кому задаете? Ваше мнение хочу послушать. Нет, нет, мое мнение вам не нужно. От своего мнения меня давно тошнит. Нас нужно... По Библии раз этого не хватит? Так, подождите. Вы сейчас что? Подождите. Не торопитесь. Сектантская резвость здесь не поможет. Дело в том, что все писание Бога духовно вен, но и писали вы святые божии человеки, будучи движимы духом святым. И вы сейчас претензии имеете к Духу Святому. Смотрите, чтобы не похулить. Дух Святой говорит, мы, верующие христиане, приступили к небесному Иерусалиму, к тимам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев написанных в небесах. Ходатый Новый Завет, а как приступили? Мы же его не видим Христа. Молитвы, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй, и к крови кропление, говорящие лучше, ниже Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если вы не верите, вы отвратились, вы потеряли все. Хорошо, когда у Иисуса ученик спрашивает, научи нас молиться, Иисус говорит, отче наш, молись. К отцу только обращение. Так, подождите, подождите. Вот отче наш, там прочитали строчку. Вы начинаете одно брать, а другое отбрасывать. Нет, я в общем говорю, что отцу обращение. Мы сейчас считали, возвращаемся снова. Считайте по порядку. 22 стих, считайте. Куда мы приступили? Когда приступили? Я вот приступил, молился сегодня. Молился и приступил. Я приступил. Мы молимся. А вы не приступили. Я не понимаю, что мне тогда делать. К духам праведних приступили. Я для чего отвечаю на вопрос вам. Это Дух Святой сказал. И поэтому то не отвергается. Отец Небесный. Дальше. Иисус не говорил это, что он равен Богу. Он говорит, я и отец одно. 10 глава, 30 стих Евангелия от Яна. Мы должны в совокупности все брать. Если на песня приступили, вы спать не ложитесь, пока не приступите. Иначе вы будете на излом брать душу свою. Приступили к духам праведников. Какие праведники? Божья Матерь, апостолы, пророки. И мы молимся им. Мы приступили к их духам. А тело-то изгнили. Ясно говорю, нет? Аминь. 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 Так что здесь говорить ничего не надо. Писание. Вот святые божьи человеки, будучи движимым, духом святым, писали. Рука двигала. И поэтому вопрос не ко мне, а вопрос к Духу Святому. Зачем он это написал? Так что бойтесь Бога. Начало мудрости, страх Господень. Притча Соломона 1.7. И венец мудрости, страх Господень. Ага, если Бог... А я-то спрашиваю одни понимания. Ага, нет, вы уже противоречите. Противоречите. Вы сейчас прочитали и сказал бы, все Бог сказал. Нет, а вы... А вот он там в 6 главе Евангелия от Матфея сказал. Да, то на месте. Но это узость сектанская. Широта должна быть. Объем руки Христа раскинуты вот как. Чтобы всех взять и всех научить. И познать, что означает Христовая любовь. Это превосходящее человеческое разумение. Что означает высота и глубина. Широта и долгота. Павел о чем пишет? Эфисянам, да? О, это любовь, которая на кресте явлена. И мы молимся Христу, который воскрес. Молимся святым, который на небе. Духи праведников. Не к праведникам приступили, а к душам их. Дух и душа это одно и то же слово. Все. А зачем к ним молиться, если тебя Бог слышит? Ну, хорошо. Перед вами апостол Павел сегодня. Вы ему это говорите. Может быть, он вам отвечать будет или полбу стукнет. Хотите, пришел к вам с любовью или с железом? Он тебе брякнет и мозги проломит. И все. Так что успокойся. Разве не хватает? Нам все хватает. Безбожий говорит, а что мне молиться-то? Я заработал и ем. А я говорю, хлеб насущий дашь нам днесь. Потому что я ем дар Божий. А он заработок считает своими руками. Десятину платить? А это в Ветхом Завете. Как это в Ветхом Завете? Бог соучастник. Он дал тебе что? Пшеницу, землю, свет, дождь, земной шар где-то летит. И все выращено. И Бог не говорит, все мое. Ты говоришь, да, мое. Поэтому 90% твои, а мои я приложил 10%. Он не говорит, что не платите десятину жадных. Но вы обкрадываете меня. Вы мое воруете. Вы по сегодняшний день работая, не платите десятину. Вы воры. Воры. Притом не просто вор, а святотаться. Птать – это вор, а свято – святыня Божия. Это очень серьезное дело. Мне этого никто не говорил, что я сейчас говорю. Я потом нашел у святых отцов. Но мне было 23 года, когда я впервые Евангелие получил. И когда сказали платить десятину, у меня внутри дух возгорелся. Я получил крещение Духом Святым. Я тебе сказал, я буду платить 90%. Тысячу за работу я всегда 900 рублей отдавал на дело Божие. И так прожил 60 лет. Поэтому на двух-трех работах работал. И поэтому Господь говорит, проверьте меня. Да изобилие пролью вам. Поэтому у меня такое везде изобилие. Не имея ничего, обладаем всем. Что, десятина? Игнатий Тихонович, как раз такой вопрос. Я извиняюсь, про ассистатизм есть такое включение Духом Святым? Да, они говорят, но они не имеют. Объяснованием начинается. Они не знают этого. Крещение Духом Святым бывает там, где церковь. А без церкви этого нету. Аминь. А почему многие святые... Я читал, что какой-то свинья открыл просто, что думает православная церковь о вас. А они говорят, что вы ересь несете. Ну вот они, допустим, пятидесятники. А они что-то там, это называется, гласолалия говорят. Говорится, что Духи повинуются пророкам. А у них не повинуются. Дальше. Толкователя нет? Молчите. Они гогощат, как гусина в огороде. Ну нет толкователя. А толковать начинает? Врать начинает. У нас один в армии служил. Отец Олег Стеняев. Священником стал. Ну и, когда узнали, что он так верующий, и он решил помолиться молитвой за упокой. По-еврейски. Как они загоготали. Вначале переводить. Бог говорит, мы самые хорошие. Нам Бог откроет. Он говорит, это молитва еврейская. Нет. Он говорит, это я еврейский язык знаю, поэтому я и просчитал молитву. Они врут на каждом шагу. Баранов таких ищут. А что за язык тогда вот этот, иной язык? От сатаны. От сатаны. Беснование. Беснование. Это беснование. Спасибо. Надо своими словами вещи назвать. Это беснование. Притом, крутое беснование. Противление боли Божией. Языки закончились уже в третьем веке. Почему? Потому что все стали, всех наций, люди верующие. А когда первые были, никто не знал, они заговорили на разных языках. В них нужды нету. Иоанн Златоуст говорит, мне не надо это. Я верю в отче наш. Все в этом. И рукоположение священства. Есть разные переводы Библии. А какой читать лучше? Синодальный. 1876 года. Это лучший перевод за 2000 лет. Самый лучший. Такого перевода больше никто не сделает. Да вы что? Да. Вот лютерь переводил, один переводил. Православный синодальный. Четыре духовные академии переводили. Какое время? Они сравнивали как по-еврейски, как по-арабски, как по-гречески. По-гречески и четыре перевода они со всеми сравнивали. Как первых веков отцы переводили эти слова и проповеди в них. Как они понимали? Потому что многоозначимость слова. Там такие были, из них двое канонизированные. Филарет Московский и я на Алтае живу. Алтайский был архимандрит такой. Вот. Они знали... Вы слышали такого человека? Отец Александр Мень. Да, его убили. Его убили. Он еврей природный. Я с ним беседую. У меня беседы сохранились на моих ресурсах. Как общаться? Вот мы беседуем с ним. И он работает с архивами на еврейском языке. Я говорю, а вы могли бы переводить так, как переводили? Он так от меня отшатнулся. Игнать Тихович, да вы что? Таких переводчиков сейчас на земле нету уже. Они писали, как Герасим Петрович Павский, переведший Евангелие от Матфея, Псалтырь он перевел. Они писали учебники для еврейских школ. Учебники пишет человек, который знает больше всех. Учебники. Все знаки припинания. А вот вы мне скажите, а если я молюсь Богу во имя Иисуса Христа своими словами, как я изливаю свое сердце перед Богом, а не заученными словами, которые мне в церкви православной говорят, молитва слов, молись, а я отвергаю это. Я молюсь своими словами, заканчиваю молитву Отче наш. Что это, не считается разве? Считается так, и мы молимся своими словами. Но надо не забывать о том, что песня составляется заранее. Песня. А если ты нет, ты это как казах, едет, плодет. О, паровоз бежит, черный дым, труба, самолет летит, СССР, Москва. Далеко ты не запрыгнешь своими мыслями. Ты посчитай, как святые молились, что там заложено. Он буквально всю Библию поворачивает к тебе. В смирении, в страхе Божьем прославляет Бога. Три ступени. Первое – прошение. Второе – благодарение. Третье – славословие. Аллилуйя. Аминь. Прошение, вы говорите, на первом месте. А не важно ли на первом месте прославлять Бога? Да что он будет прославлять, когда он его не знает? Я вам сказал. Знаете, спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, тот возвещает истину. Я вам сказал. Дальше вы можете хоть что говорить. Я уже не отвечаю. Зачем бросать, говорится, жемщик перед свиньями? А вот Римлянам 8, 26. О чем говорится? Там говорится о том, что так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух она тащит за нас, воздыхая неизреченным. Это разве что за... Вот это молитва и составленная. Мы знаем, о чем молиться. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святой, посети и исцели немощи наше. Имени Твоего ради. Вот молитва Троицы. Дальше. Молитва Духу Святому. Отдельно. Отдельная молитва. Она составлена, и мы ее каждое утро считаем. Царь Небесный, утешитель, Дух истины, и же везде сы и вся исполняя. Сокровища благих и жизни подателю. Прийди и вселися в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси нас благей ради милости Твоей. Что тебе еще нужно выдумывать? Это когда уже составлено? А зачем отдельности молиться? Бог единый. Зачем отдельно молиться? Ну, видишь, сколько вас. Понимаете, сначала Отцу, потом Духу Святому отдельно. Да, да, да. Церковь всегда молилась с первого века так. Поэтому Давид молился Отцу. Давид говорил о Духе Святом. Он еще не знал Слово Троица. А теперь, тем более, мы это знаем. Мы прославляем. Он говорит, простите во имя Мое. А что Отец Небесный не слышит? А Иисус говорит, простите во имя Мое. Мы можем придраться к словам. Зачем во имя Твое? Я Отцу Небесному молился. Евреи его за это и не приняли. Он говорит, а я и Отец одно. А в другом месте, говорит, Отец более меня. Почему? Потому что в теле был ограниченное пространство. А теперь он обладает всей Вселенной. Аминь. Аминь, аминь. Да. Это Игнатий Тихонович. Да. Теперь я хочу поделиться. Я долго был в протестатизме, 13 лет. И две недели назад, в воскресенье, я прослушал одну проповедь, как вы с 50-никами разговаривали. И вы меня сразу положили на лопатку. Я даже не стал задумываться. Утром, зная, что я проснулся, я не хочу молиться как-то по-другому. И я хотел слушать вас, да. И вот первый день, пару дней я ходил, ей сестре, короче, стал говорить. Она лидер как бы в этой секте, короче, лидера она, людей ведет. И я ей когда стал говорить, она ее свернула, короче. И я сейчас боюсь что-то говорить ей. Я знаю, что она меня не слушает. Вот такая проблема, как бы сказать ей. А вот в последнее время я молчу только. Не знаю, как сказать. Знаете что, я много лет вел занятия в университетах, школах, милиции, воинских частях, заводах и фабрики. Три радиопрограммы еженедельно. Так вот, слово проблема, я студентам говорю, я его исключил из своего лексикона. Нету этого слова у меня как, нерешенный вопрос. Вместо этого слова, нерешенный вопрос. Теперь я его решаю конкретно. И вот она не принимает. Молись. Если она у вас законная жена, венчанная. Молись. Другое вам не дано. Никак. Я ее заставлю. Нет. Она должна полюбить святое, чистое данное православной церкви. А не сектантский мусор. Это, и еще я хотел спросить. Мне очень хочется ваше толкование приобрести. Это не мое толкование. Это толкование святых отцов. А там даются комментарии мои. Да, ваши комментарии. 319 комментариев. Мы сейчас собираем. Знаете, я сейчас кончим как только. Я скину. Хотя хозяину я скидывал этот материал. У нас каждые два часа идет дозвон. И мы становимся на молитву. 100 поклонов. Всем святым. Божьей Матери, Христу. А утром мы считаем молитвы утренние и вечерние. Собираемся вместе. Я сейчас закончу это. Мы собираемся, чтобы прославить Бога. И там у нас написано, когда идут занятия. Потому что вы пришли на занятия. Я вот что хочу сказать. Сейчас напишите там. Там три. Первые мои ресурсы, что есть. У меня три видеоканала. Только на одном канале у меня 23 тысячи своих роликов. 23 тысячи. 80 примерно 1 миллион просмотров. Больше, чем половина страны. Так у меня три канала. Это Господь дает так. Вот у меня вышло 38 томов книг. Я автор их, как писатель. Каждая книга 752 страницы. Я это скину. Дальше там черточки будут идти. И дальше наши занятия. Вы прямо по занятиям позвоните. А третье, когда можно позвонить. Вот сейчас вы звонили. Я видел, звонит ко мне хозяин ваш. Но у нас в это время за неделю отчет был. Как у нас время прошло. За что Бога прославить. Вот в 4 часа, в 6. Сейчас в 6 часов. Ровно в 6 сейчас будет звонок. Вы сейчас пока закончим говорить. Вы скорее успеете войти к нам. Чтобы побыть на этих занятиях. Аминь. Сейчас я скидываю данные. В конце, в самом посредине там написано. Кому позвонить, чтобы вас приняли. Семенов там написано. Ну, даны данные. Там нажать, что скажите. Примите меня. Мы с вами разговаривали. Я с вами уже поговорил. Я вас знаю, что вы не будете богохульничать. От Духа Святого. Как крещение понять, что я крещен Духом Святого? Я вот это боюсь сейчас. Знаете как? Это было 27 сентября 1962 года в 17.00. Мы склонились молиться. Я среди 50-ти услышал это. И в это время, когда стали молиться, я понял. Я Библию-то не знаю. А с детства я был верующий. Меня мама сказала, нельзя в пионеры. Нельзя в комсомол. Нельзя танцевать. Нельзя с женщинами дело иметь. Меня Бог сохранил в чистоте. И поэтому так обильно мне Бог все это дал. И когда стали молиться. А что молиться-то? У меня все есть. Я на море работаю. Здоровье 100%. Денег полно. А в душе пустота. Я понял, вера нет. Я сказал, Господи, мне веру дай. И вот как будто звук какой прошел. Я не слышал. Но на другом сознании. Верю, верю, верю. И когда встали с молитвы, у меня было сразу рождение свыше и крещение Духом Святым. А как? Как огонь во мне загорелся. Внутри в костях моих был как огонь. И Иеремия говорит, я пытался его после бесполезно. Против тебя будут бури идти. Тебя скалой сделай. Они все разобьются. Вот как было. И я у первых, как только наш катерок подошел к кораблю, он на рейде стоял, на якорях. Я зашел через фальшборд, перешагнул. И первому матросу говорю, живо мне правильно. Христос умер за нас. А в это время учусь в высшем мореходном училище. 14 человек конкурс я прошел. 14, а получит один. Добился разрешения сдать экзамены все на одном из трех иностранных языков. Ясно, что не кочегаром был бы. А в душе пустота. И в это время, когда я обратился к Богу, к утру весь караван кораблей узнали, что Лапкин сошел с ума. Я хочу такого. Он хочет с ума. Я недавно... Я хочу крещения. Когда, понимаете, это просить надо Бога. Собака привязана и на солнце была. А мы там в другом месте работали. А вода подальше. Я вот так ладонью подал. А сегодня ночью одна душа обратилась. Говорит, я бы тоже хотела пить с рук ваших. Спасибо. Игнатий Тихонович, я последний раз... Я вам большой поклон. Спасибо большое. Так, хлопцы, я отхожу. Сейчас вам скину. Не отходите. И там я выделю сначала центральную часть. Сразу позвоните. Чтобы вас приняли. И сошлитесь на меня. Все на этом. Все, пока, до свидания. Храни вас Господь.